Многие задаются вопросом, кто такой академик Гинсбург, внезапно ставший в один ряд самыми влиятельными персонами Российской империи. Хоть и родился он в далеком 1951 году, прожил 70 лет, но до 1920 года мало кто о нем слышал. И вдруг за два года человек с такой привычной для нашего уха фамилией стал диктовать условия жизни 140-миллионному народу. Михельсон, Фридман, Абрамович, Виксельберг, Ротенберг, а теперь еще и Гинсбург. Что мы о нем знаем? Давайте попробуем разобраться. Родился в Москве, закончил биологический факультет МГУ и с 1981 года работает в центре Гамалеи. И по настоящее время. Неплохо жизнь сложилась, не правда ли? Собственно, до прошлого года этого деятеля никто и не знал особо. Кстати, жена и дочь работают в этом же центре. Гинсбург раньше всех сориентировался, сам или кто-то подтолкнул в том, что нужно быстро сделать вакцину. И не просто сделать, а первым объявить об этом. Здесь тоже немало странностей. Разработка вакцины началась еще в феврале 2020 года. И фаворитом был новосибирский вектор, подконтрольный Роспотребнадзору. Правительство тогда выделило Роспотребнадзору дополнительно 1,4 миллиарда рублей для разработки. 1 апреля 2020 года на совещании с Путиным Голикова озвучила дату создания пробной партии к 10 мая и начало испытаний на добровольцах с 29 июня. А 20 апреля на очередном совещании вдруг появляется директор центра Гамалеи Гинсбург и объявляет, что вакцина уже готова и может быть зарегистрирована до 15 июня. Это поворотная точка. Фаворит Гинсбург. Центру Гамалеи сразу же выделяется 1,8 миллиарда рублей, а вектору всего 600 миллионов. Их вакцина может появиться попозже, только в октябре. Мало того, еще 100 миллионов Гинсбургу перечисляет госкомпания Дом.РФ, не имеющая отношения к фармацевтике. И тут Гинсбурга как прорвало. Он заявляет о сроке действия вакцины в 2 года и даже больше. Потом о ревакцинации каждый год. Но и этого оказалось мало. Гинсбург требует ревакцинироваться раз в полгода. Дальше больше. Академик уже требует вакцинировать детей и подростков. А за подделку сертификатов сажать в тюрьму. В восторге он и от идей Жириновского лишать дипломов врачей, которые усомнились в гениальности Гинсбурга. Сейчас уже предлагается некий тест на определение того, действительно ли укололись люди вакциной или нет. Естественно, тест разработан в Гамалеи и государство обязано будет его закупать и проверять всех, чтобы нарушителей сажать в тюрьму. Обязать, сажать, лишать, штрафовать. О хороших личных связях Гинсбурга можно судить по тому факту, что вакцина его привилась одна из дочерей президента в августе 2020 года. Речь шла о Катерине Тихоновой, которая возглавляет фонд Иннопрактика. Дочь Путина о вакцине могла узнать только от своего заместителя, подруги и однокурсницы Натальи Поповой, давней знакомой Гинсбурга. Попова, не путайте с главой Роспотребнадзора, заинтересовала разработкой Гинсбурга своего мужа по совместительству руководителя Российского фонда прямых инвестиций. Сегодня и он занимается продвижением спутника. Надо напомнить, что эта троица Попова-Дмитриев-Гинсбург 20 лет назад вместе создавали так называемый эликсир молодости. Уже многие забыли или не знают об этой давней истории, но в десятых годах на разработку различных технологий, помогающих остановить старение организма от Гинсбурга, потрачены большие деньги от Роснана. Может, в какой-то части и эта афера привела сегодня госкорпорацию Роснана к банкротству. Похоже, коммерческая составляющая играет не последнюю роль в деятельности Гинсбурга. По созданию вакцины сообщается, что экспортная цена спутника начнется от 10 долларов за дозу, а всего планируется продать не меньше миллиарда доз. Несложно посчитать, цена вопроса не менее 10 миллиардов. Да еще внутри России, по некоторым данным, каждая доза порядка 2000 рублей, то есть 25 долларов. Из бюджета. Отсюда можно сделать вывод. Институт не довел до конца ни один из своих громких проектов. Зато у Гинсбурга и его окружение хорошо получается имитировать научные успехи в глазах высшей власти. А так хочется заработать. В заключение надо добавить, Гинсбург только в 2021 году награжден орденом Александра Невского, государственной премией и, наконец, 5 октября главной наградой – знак Российского Еврейского Конгресса. Но у граждан его деятельность и идеи вызывают резкое неприятие. Сажать, штрафовать, обязать. А дальше что? Как предлагает Вассерман бить палкой или как депутат Рязанского ЗАГС Собрания расстреливать, Я думаю, что таких людей нужно останавливать, иначе беда будет для всех. И мне очень интересно ваше мнение, друзья.